Князья-страстотерпцы, Борис и Глеб, первые русские святые прославлены в нашей Церкви. Их отец, святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси, прославлен в лике святых, позже своих сыновей. Он был великим правителем и выдающимся общественным деятелем. Его младшие сыновья Борис и Глеб не сделали и сотой долей того, что сделал их отец, но стали для народа первыми любимыми святыми. Они с детства воспитывались в православной вере. Когда подросли, великий князь отправил Бориса править в Ростов, которым, несмотря на свой молодой возраст, тот правил с мудростью. Незадолго до своей смерти Владимир призвал Бориса в Киев, дал ему войско и направил в поход против печенегов. Вскоре великий князь скончался, и старший сын святополк захватил трон. Что должен был сделать Борис по законам того времени? Собрать войско и жестоко расправиться с братом-узурпатором. Но святой Борис поступил по заповеди Христовой любви. Он распустил войско со словами «Не подниму руки на брата своего, да еще старшего меня, которому мне следует почитать за отца». Но кровожадность и жажду править старшего святополка его миролюбие нисколько не остановило. Наоборот, он испугался, что брат когда-нибудь передумает и послал к нему убийц. Когда Борис узнал о страшной угрозе, не стал прятаться. На него напали с копьями прямо во время молитвы. Борис на слабеющих ногах, израненный, окровавленный, вышел из шатра и сказал убийцам «Подходите, братья, кончите службу свои, да будет мир брату, святополку и вам». Тогда те снова пронзили его тело копьями. Святополку было мало одних убийц. Чтобы действовать наверняка, вслед первым он послал еще двоих варягов. Когда те встретили первый отряд, князь был еще жив. Варяги добили святого Бориса ударом меча в сердце. Тело страстотерпца привезли в Ишгород и втайне ото всех положили в храме Василия Великого. Кровожадный святополк послал убийцы и к младшему брату. Глеб тоже заранее знал, что к нему подосланы убийцы, но отказался поднять оружие на брата. Убийцы настигли его в устье реки Смедыни, рядом со Смоленском. После убийства родных братьев, святополк, прозванный в народе окаянным, правил недолго, он закончил свои дни в изгнании, всеми ненавидимой и презираемой. Мученическая кровь братьев, отдавшись жизнь ради мира на родной земле, принесла обильные плоды. Междуусобные войны на русской земле постепенно сошли на нет. Великий князь Киевский, Рослав Мудрый, отыскал мощи святого Глеба и положил их рядом с мощами его брата, святого страстотерпца князя Бориса. Святые останки братьев прославились многочисленными чудесами. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова